Здарова, стратегические жевжики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Харальда Варяга, нового лидера из Лидер Пасса в Сидмэр Севизайшн 6 на последнем уровне сложности. Но подробности в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии, ссылка на весь плейлист в описании и в прикреплённом комментарии. Спонсоры канала, все серии видят сразу. Большое спасибо вам за поддержку. И пожалуйста, любимые зрители, не забывайте делать шортс понравившегося вам момента. Ну что ж, вышли в Золотой Век, захватили город, продолжаем гнобить Англию. Так, а как нам тут лучше сделать? Нам, конечно, вот этим лучше убивать. Но я не смогу пройти, да? Так, ну тогда, наверное, ваншотнем. Вроде не должны Шеффилд отбивать рыцарем и летучим отрядом, если они захотят. Так, тут уровень берём. Странные, всё-таки странные способности у берсерка, честно говоря. Вот в пятёрке берсерки крутые были. В шестёрке, то есть, 4 очка перемещения, если движение начато на вражеской территории. А зачем мне с вражеской территории 4 очка перемещения? То есть, я понимаю, это для разграбления хорошо, но это только если ты на вражеской территории начинаешь. Просто ты можешь разграбить и ещё что-то сделать. Плюс 10, когда ты атакуешь, это круто, но минус 5, когда тебя атакуют. Чё-то не очень. Так, Шеффилд отваливается, минус... О, так. Шеффилд мы даже удерживать можем. Причём на это гуль никак не влияет. Так, ну дальше мы на Бристоле, очевидно, идём. Нам Бристоль важно взять, тогда он и на гули, на Шеффилд будет влиять. Престон потом. Блин, Престон. Это... Магазины в Минске были... Первые круглосуточные магазины в Минске в 90-х у меня рядом с двором был. Извините, что... Ну и семенчане смотрят на Богдановича. Там на пересечении Некрасова и Богдановича. Сколько я туда бегал, в этот Престон? Так, Апостола или Гурдвару. Может реально укрепить религию и купить Апостола? Что у нас по распространению религии? Все города в нашей религии, да? Гурдвара, конечно, тоже круто. Но я бы укрепил. То есть взял там на науку что-то вот это вот. Так что давайте купим Апостола. Шенгити. Походу следующим ходом. Ну хотя тут вроде должны рыцаря убить. Ну слушайте, ну тут два-три бушета обстреливают и забираются. Мне кажется, Шенгити все. Жаль. Так, ученый нам не светит никакой, да? Да, так что образование просто открываем. Проложить торговый путь. Проложить торговый путь. Жалко. Шенгити очень-очень нормально веры дает. Апельсинки могу продать. Ну как-то дешево просят. Лошади никому не нужны, железо никому не нужно. Селитру я не хочу продавать. А, это у нас, кстати, от Престона. Так, ну я бы тогда Шумеру не продавал. Я бы тогда скорее Людвигу. Хоть Шумер больше предлагает, но он лидер. Зачем мне ему еще увеличивать на... Пускай, 206.41. Это, конечно, мягко говоря, так прилично. Надо бы мне реально наукой заняться уже. Елизавета храм Артемиды построила. Так, а мы выбрали, что у нас? Реформу денежного обращения я взял. Понял. Не убьют ли мне... Арбалета. Ладно, отойду. Так, когда у нас эти заканчиваются? Два хода. Один ход. Один ход это, видимо, Шен... Нет, один ход это Кабул. А два хода Шенгетти. Блин, то есть, при захвате Шенгетти у меня сейчас вот эти все юниты... Йок? Йо-моё. Ну, у Кабула мы должны довольно много взять. Так, а Людвиг у нас не хочет повоевать? А, он воюет с Елизаветой. Хорошо. Так, вот здесь надо каменоломню поставить. Потому что мы делаем промышленную зону. Блин, вот, блин, да. Один арбалет всего лишь был. Как только я его купил, следующим ходом, посмотрите, Хокланд сделал еще арбалет. Честно, нет. Блин. Зачем я туда пошел в итоге? Думаю, вот эту клеточку столице отдать. Тут уже 11 жителей, им обрабатывать нечего. Проатаковать? Нет, наверное, надо. Тут только город может обстрелять, и все. Ну, у меня сейчас все эти исчезнут юниты. Так, шенгети. 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 Вот катапульту жалко, кстати. Кабул. Ну, и кабульские тоже сейчас. Что надо будет заново покупать. Ну, и должно мне денег хватить, по идее. Тут еще прилично. Арбалетов добавится. Так. Не растет. Строить тут нечего, в общем-то. Можно, конечно, чудеса строить. А, тут болото. Надо, там пойма. К атаку ин. Петра, темпло майор нет. Чеченица нет. Колизей рядом. Так, хорошо. Какие у нас стоят карточки морских юнитов и строителей. Ну, видимо, строителей тогда пока делаем. Хорошо. А по грантам? Центр коммерции, священные места, исследовательские. Ну, марка пола прикольна, кстати. Марка пола прикольна. Ну, давайте, тогда я, тогда я почитаю инвестиции в центр коммерции. Так, хочется очень монумент, кстати, купить. Он будет лояльность плюс давать, хотя бы еще одно. Сейчас увидим, как исчезнут юниты просто. О, походу, шингети не захватили. Вау. Как это? Так, шумер осудил нас. Таракотку построили. Плантация в Шеффилде разграблена. Пожалуйста. Так, это вернулось к Кабулу. Да, и захватили поселенца моего. Ну, вот следующим ходом точно шингети забирается. Это что, от дальнобойных, хотя... Она воинственный клич. Или отойти еще. Вот сейчас у меня 4 хода, видите, есть. Я так понимаю, что нам должны дать прокачку, и мы можем ходить. Нет, все-таки. Это интересное дело. Вот почему у колумбийских юнитов это срабатывает? К сожалению, не можем этим юнитом убить. Ладно. Валим. Теперь здесь. Надо вот так сделать. Может ходить, да. Ну, потому что у копейчика бонус против этих юнитов. Теперь стреляем. Убиваем ее. Этим подходим сюда. Стреляем. Убиваем. Так, как Шеффилд отваливает? Уже на 7. Ладно, придется, видимо, какой-то губер сюда посадить. Вот Шеффилд гуль есть и отвалится, ладно. А вот Шеффилд жалко. Ладно, сколько кабул стоит провести мобилет? 146. Ну, почему туда выкинуло этого арбалета? Ой, господи. Кстати, по идее, я следующим ходом даже смогу подвести осадную башню. Или нет? Все-таки дорога. Ладно, посмотрим. Не уверен. Возможно, даже к лучшему, что мы там дали поселенца захватить, потому что сейчас арбалет будет его защищать, ведя, не меня атаковать, а защищать, ведя его в лагерь. Наверное, межкультурный диалог надо брать. Главное, по науке не отставать. 13,5. Да, мы на эпоху отстаем. Я открою банковское дело, потом пойдем в индустриализацию через массовое производство. Так, куда этот чумоход уплыл? По-моему, пока я на холмах не могу, да, строить фермы. Посмотрю следующим ходом. Оно, по-моему, открывается... Блин, ли вообще вот тут стандартизации? Нет. Точно, где-то далеко это открывается. Строительная инженерия. А, да, вот, строительная инженерия. Точно, где-то. Так, а когда мы следующего губера сможем нанять? Дневековые ярмарки. Четыре хода. Ну, по идее, за четыре хода Шеффилд не должен отвалиться. Виктора, наверное, возьмем. Сколько стоит купить? Шестьсот семьдесят. Нет, это дорого. Сейчас теократию возьмем. Будем за веру. Ну, что-то надо резиденцию магистра построить, конечно. Все. Убили Шенгети. Сейчас захватили. И, соответственно, юниты все куда-то делись. Так, принимаем теократию. Тут олигархическое наследие сто процентов ставим. Ну, рабочих мы вроде нигде не строим. Так, и вот это надо убрать. Соседство промышленной зоны, возможно. И религиозный. Против иноверцев. Но Англия не верит в другую религию. Так что, пожалуй, просто ремесленников пока поставим. Так, олигархическое наследие поставили. Плюс два. Нет, смотрите, надо посмотреть. Мы можем в Аютхаю, да? Ну, а смысл нам всю зеренить Аютхаю? Конечно, она дает культуру за постройку зданий, но нам же в основном надо, чтобы юнитов нанимать. А для того, чтобы нанимать юнитов, надо где-то поблизости найти еще ГГшки. Вот уже плюс, да блин, занимает. Видите, плюс еще один за каменоломник, так что вот здесь каменоломник все-таки не стоило вырубать. Все я правильно сделал. Так, промышленная зона. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Все, есть осада Бристоля. Нет сомнений, что мы его возьмем, честно говоря. Даже, наверное, губернатор не понадобится в Шеффилд. Вот так поставим. Да, вот эти уменьшилось, да, уменьшилось, потому что юнит убрал из Шеффилда. Поэтому уменьшилось. Блин, еще... Да вы прикалываетесь. Так, ну, этот вроде должен дать нам возможность пройти. Ну, еще и дружу. Так, давайте, может, союз с ним заключим? Не думаю, что я с ним воевать буду. Экономически давайте. за хохо-хой. Кохотун, блин. А, слушайте, я же не поставил олигархическое наследие. Чуть-то я... Молодец. Так, олигархическое наследие плюс два влияния пока. Здесь на ремесленников меняем. Еще раз проверим. Ну, кстати, еще доход от мародерства можно подумать, поставить. Давайте, наверное, доход от мародерства. Мне кажется, это сейчас нам... Сейчас мы берсерками, так как реальные викинги. Все как разграбим. Тут пока плюс один. Там еще строится, конечно. соседство центра коммерции можно, наверное, убирать и вернуть соседство священного места и кампусов. Сейчас цель как-то не сильно юнит это бьют. Вот. Плюс четыре олигархическое наследие. Зашибись. Господи, тут еще и рабочий не дает... Ладно, давайте через немца попробуем пройти. Так, куда мы Амани посадим? Зензибар, конечно, счастье дает. Аютхая культуру. тут шесть требуется и тут явно шесть, да? Блин, наверное, в Зензибар все-таки посажу. Ну, как минимум, потому что в Аютхаю надо еще просто двойной посол первый отправить. маяк тут хотел купить, но уже построить придется. 4 жителя. Так, следующий мы строим тут промышленную зону. Не, ну, без осадной башни не будем атаковать. Ждем. я зря на две клетки пошел. так, дипломатическое, наверное, все-таки средневековые ярмарки, чтобы губернатора в Шеффилд посадить. бит из Пикидя. О, Вавилон встретили. Так, 132, но он вполне может быть где-то далеко по науке. Сейчас посмотрим. То есть, как вы понимаете, у Вавилона в два раза меньше, соответственно, значит, у него на самом деле 264, так было бы у обычного, как у обычного. И, нет, слушайте, тут Хамурапи с Людвигом. Ой, Хамурапи, шуме, Глигамеш с Людвигом. Красиво идут. Открыли банковское дело благодаря убийству. Так, ну тут надо отступить или обстрелять? Вопрос. Наверное, сюда встанем. Тут сюда двинемся. Сюда. Так. Видите, стены не затрагиваются благодаря этой. Чисто по центру города идет удар. Относится это только к рукопашным юнитам. Например, вот этот летучий отряд, он в стены будет. Поэтому его нету смысла использовать. надо им рыцаря какого-то мочкануть. да, ну я думаю, Брисер следующим ходом падает. так, могу я отсюда в Занзибар отправить? Могу. в него я отправлю. Тебе прикол. Это Бавилон высадился и сломал. Вот и куда сейчас эта фигня с моим поселенцем побежит? Как мне его догнать? Как мне его догнать? да, все как исторично и было. видите, викинги постепенно захватывают Англию. Хотя, конечно, там были Англы изначально, которые, собственно, в честь которых и названа потом страна стала. А тут как бы она сначала Англия, а потом Англы ее захватывают. Немножко шиворот на выворот получается. Ну ладно, убьет этого арбалета пофигу. Хотя, я думаю, скорее всего, они будут латника атаковать. Хотя... Я в надежде, что я сюда приплыву, увижу какой-нибудь город-государство. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще... Еще четырнадцать по идее. Так, апельсинки. Ну давайте продадим хамурапи, он не выглядит как вырывающийся. За одну монету десять железа? Не. Так, а вот что селитру? Как хотят селитру? Одиннадцать селитры за четыре в ход. Ну, вот этой Англии я бы не продавал, пожалуй. Не, не буду. Не буду. Так, что-то я хотел в городах вроде купить. Да, в Нидеросе я, по-моему, хотел Гурдвару купить. Ну сейчас пока вот следующим ходом, когда Пингала приедет. Нам надо часовню Великого Магистра тут строить. Магистра может тут библиотеку купить и строить универ? Ну, вообще нам амбар тут сначала надо в Драммане. Убили все-таки и тут убили, нифига себе. Так, тогда я беру свои слова, что мы сейчас берем Брист. Нет, по идее должны все равно взять. Ну, что-то как-то больно. Есть ничего, но планк между Сейлором и Этернити. Так, ну тут мы нанимаем точно Виктора в Шеффилд, в Прест в Шеффилд. Так, смотрим. Да не, берется. Мы даже еще разграблять будем. 70, а, ну да, межкарточка стоит. Так, здесь. Не, ну тут конечно жалко, что мы потеряли. Берсерка. Ну вообще по идее уже не гуль. мне бы наверное в престоль на самом деле надо этого Виктора теперь. Не понял. Сменить назначение открывается вот так. Даже два Берсерка уничтожено. Это плохо. Виктор Виктор а может Людвиг Гуль забрать, что ли? У меня даже как бы нет смысла его забирать, потому что он сам должен ко мне присоединиться. Так что я просто поведу, наверное, армию сюда на помощь против Англии. Это Лондон, это Престон. Но тут вопрос, конечно, чем... Так, сколько вообще городов у Англии осталось? Ого, еще пять городов. Походу, он никуда не пойдет, просто будет тут стоять и все. Так, и Окланд еще хочет, кора. Ну давайте отправим. Нам точно надо выполнять все задания ГГшек. Так, а когда у нас в Амане прибудет? Три хода. Ну мы надо третьего посадить в Занзибар, чтобы мы уже получали... А мы хотя бы с ни одного банка не построены. Ладно, не будем. Куда это у нас Артемисия плывет? Мисси-Писи. Так, надеюсь, дипломатическую службу. Тут что-нибудь хотим мы поставить? Золото за каждого посла в города-государствах. У нас, мне кажется, золото нормально капает. Капает остальное, два жилья. Ну, из жилья у нас вроде нету проблем. Вавилон осуждает. Как можно осуждать за викинг, викингов, за их природную натуру? За то, что они бегают и грабят. Так, дамбы открылись. Тут дамба. Где-то тут еще дамба должна быть. Да, это разные реки. Ну, видимо, здесь, раз я сюда поставил... ...промышленную зону. ...промышленную зону. ...промышленную зону. Дамба. ,...промышленную зону. Не хочу убивать В надежде, что может он останется И я добью этим арбалетчиком Чтобы получить Культуру и науку, понимаете, да? Ну тут уже юнитов не будет в гуле Просто стоим, обстреливаем Я думаю, что он сам к нам присоединится Семь ходов Просто пока покачаем юниты Хотя, может, этот бомбардик Да не, вряд ли Даже если захватит Людвиг Он все равно отвалится у него Хочу эту клетку больше обработать Чем эту Блин, вообще, конечно, тут арена Лучше поднулась И так Лояльность не падает уже Если я сейчас обстреляю Он точно убежит Я не буду сейчас обстреливать Стоим Так Строителем Ремонтируем То, что я разграбил Ну что, врываться Сейчас хотя бы Лондон увидим Угу Блин, вообще, я могу убить его Че я туплю Ну, я не туплю Я хочу этим убить Мне кажется, не стоит Ладно Чем быстрее мы уничтожаем юниты Тем лучше И Атака Лондона Сейчас пойдет Не будем уже на Престон Отвлекаться Да, блин Ну, вы прикалываетесь Я не хочу за ним бегать Ой, скоро там этот Часов Невеликого Магистра Купить просто юнит И захватить его тут Так Тут дорога дальше не проведена Что ли Просто шла дорога И тут закончилась Че, может вернуться уже Кораблями Каравеллы Чтобы апнуться Боюсь сюда подходить Боюсь тут город находим Ага Ну, тут может быть город Я бы, наверное, возвращался Перевелами Чтоб у нас каравеллы Будут Два хода Два Шесть строить Ну, типа через шесть ходов Через шесть ходов Мы сможем Апнуться в каравеллы Возможно, даже раньше Колизей Ну, Киллуки Сивани Все еще никто не построил Другое дело Вот видите, мы опять Еще тут Мы зависим от городов Государств От их расположения Вот получается, что мы только В Окленде и Кабуле По-хорошему Ну, еще Шенгетти мы, кажется Брали юниты Но Больше мы там брать не можем Так Пять ходов Ну, значит Надо возвращаться Да, видите Сюда бы встал Лист бы меня Обстрелял Следующим ходом О, Майнц 20 денежков Красиво Красиво И арбалетчик Четвертого уровня Какого-то повышения Какого-то повышения Было Так Почему Почему У него А, да У него прокачка На перемещение Уже взята Я забыл Думал, почему У него Три Отхода Перемещения Ладно Догнали Все-таки Е Е Слава богу Сколько мы бегали Ну, мы пока стоим Тут надо вылечиться Наверное До конца И тогда уже Вырываться Хотя Вот этим Не Стоим Ладно Я могу тут Райончик Построить Да Может Священка Во-первых Надо точно Выкупить Эту клетку Вот тут Священку У нас только тут Возможно Получать Но еще тут Но не хотят Катя Вот эту Выкупить Клетку Еще тоже Для этого Города Очень крутая Клетка Да Я могу Рядом с горами Чтобы соседство Было Но я считаю Что жилье И счастье От священки Рядом с рекой Намного круче Хотя Зато Теперь Нам это Селитра Доступно Тоже Темпло Майор Дворец Потала Так Смогу ли я Этого Рыцаря Точно Мы поставим Учебные банки Пока Вместо Влияния Все Больше и больше Караванов К союзникам Будем отправлять Наверное Ставим Как есть Да По идее Убивается Значит Мы сделаем Наверное Так Дал Блин Я сейчас Я кликнул Не посмотрев Что не хватает Силы Блин Ладно Я все равно Убью этот юнит Но это Ошибка Людвиг Эту катапульту Блин Ну Требушная Конечно Слабо По юнитам Работает Как понятно Англия Просто Везде Строит Рыцарей Блин Неприятненько Я не могу Добить его Блин Не думал Что гуль Юнит Сделает Я опять Мискликнул Я не хотел Этим Ходить Черт Так Занези Барри Четыре Ну давайте Надо Союзить Ну я не вижу Смысла Нанимать Тут Мобилизовать Юниты Семь Арбалетов Не Шесть Шесть Арбалетов Не Семь И что На Англию Я точно не буду Нападать Да и этими Арбалетами Не берется Плимут Например Просто Чтоб Счастье Было О Валет То есть Где Она Вот это Да Донять Великого Музыканта Зачем Валет Великий Музыкант Интересно Почему Никто Не любит Валету Союзить Ну это Класс Можем Прямо Сейчас Засоюзить Кстати И как раз В центре Городов Все за Веру Купить Так Значит Тут Мы Опять Учетные Банки А я Столько Что Поменял Да Блин Ой Все так Долго Открывается Она Будет Тогда Юниты Покупать За Веру Что Поделать Великого Художника Мы Точно Не Получим Ну Для Каравелла Получим Но Я Не Хочу Торговую Республику Открывать Так Вот Теперь Мы Тут Купим Так Гордвару И Построим Универ Есть Есть Мастерская Дамба Семь Ходов Ну Что Может Построим Ну По идее Строится На Этой Клетки Не Затапливало Больше Ладно Гордвары Покупаем Да И Строим Банк Астрономию Ускорили Пошло Невер Рядом С горой Так Торговый Путь Можем Еще Из Ставангера Нанимать Рейну Или Кого-то Прокачивать Я бы Наверное Пингалу Пока Улучшал Мы Слишком Отстаем От Всех Продолжение следует Могу Священное место Мне надо Верфи Наверное Построить Потому что Там Есть Что-то Что Ускоряет Две Двигава Не тут Но и Верфи Где-то Тоже Две Верфи Да Паровой Двигатель Плюс Оно Производство Дает Кстати Кто Не в Курсе Верфи Дает За соседство Производство Поэтому Раньше Был Треугольничек Верфь Центр Коммерции Центр Города Так Ну я думаю Надо порох Открыть А мы Апаемся Из берсерков В Мушкетеров Да И что Мушкетеры Будут лучше 55 А берсерк 48 То есть Ну они 58 При атаке То есть На самом Деле При атаке Берсерки Все еще Лучше Чем Мушкетеры Вот я Этого И боялся Что Ну тут Всего Один Проатаковал Нам Надо Этого Арбалета Прятать А этот Просто Остался На месте Прикол Так Ну нам Надо с этими Рыцарями Разбираться Получается Так Если я этим Проатакую И добью Арбалетом Получится ли Вот Сначала Давайте добьем Этого Так Теперь Наверное Вот так Сделаем Не убивает Джон его Нет О Красота 16 Культуры 16 Науки 16 Веры Отлично Сделаем дам ушки терну вроде не должны убить должен атаковать мне кажется минус берсерк будет атаковать я должен так кого будем нанимать ну берсерков время самый сильный получается 58 рыцари 50 ну и три бушетов надо летучий отряд и 46 как я думаю просто иду весь людвиг не собирается гуль брать а так как он ко мне и так присоединится смыслами тут юниты держать я наверно в климат отправлю производство меньше над торговые эти посты создавали блин тут уже армии линейных пехотинцев не армия корпуса беру залученность потому что так фокус стоит на еду водяная мельница нет водяная мельница здесь бессмысленно по районам видимо священочку надо ставить так еще и дамба возможно но 35 ходов это извините очень долго вообще все очень долго строится да не надо какой-то район ставить но вот либо центр коммерции либо священное место тут это конечно у нас точно дамба будет поэтому надо где-то тут зарезервировать и на промышленную зону промышленная зона скорее сюда ну получается центр коммерции священка вот тут надо ставить давайте на раз сюда раз доступна эта клетка центр коммерции сюда священка на карте минус берсерк и возможно у пронесло так мы пока отклоняем смысл пока мы давим вас вообще интересно усталость от войны есть каких-нибудь городах на низа милитари animal glory зингом может быть только в захваченных где-то вот усталость от войны и шефил 9 минус 7 но это не страшно что они и так как бы оккупированные типы и не особо растут еще один арбалет четвертого уровня а а а а а а и а единственный юнит у меня из наемников и вот им я их всех убивают чтобы хоть как-то так наверно все-таки отступить надо хоть как-то набирать очки науки и культуры нет наверно если я разграблю убьют юнит отступить осада лондона ну тут предполагается дамба но я пока тут ферму поставлю чтобы город рос как как и почему почему людвиг лезет сюда вот же у него куда-то проход вот в эту дырку лезет чтобы мне еще мешаться так я думаю что селитру можно продавать да соглашусь лошади никому не нужны железо два железа за ну пускай так соль давайте вот одну соль продадим вот так и цитрусовые виктории так что нибудь купить мы можем нет наконец-то ставим город тут сколько лет я пытался сюда добраться я думаю мы сразу купим здесь строителя пока не буду тратом у меня их и нету хоть сказать не буду больше тратить деньги до бомбарда откроем нету смысла берсерков мушкетеры апгрейдить поэтому а вот открыть бомбарды кстати у нас по полу что-то два три бушета да нам надо кстати три бушет купить за веру сколько он стоит 225 вот следующим ходом надо три бушет обязательно купить когда мы откроем бомбарды мы уже не сможем три бушет купить у нас армия в два раза больше чем у англии у виктории в два раза больше чем у нас ну я не думаю ну смотрите все мои соседи у меня в союзе так что если там и примут типа гильгамеша хамурапи и прочих то не думаю что у меня будут проблемы мои союзники которые у меня в соседях точно не примут так топ да ладно подожди они мне ночные не объявили войну что это значит ну они мне войну не объявили подождите а что за мне даже не написано что я ничего не понял там вроде вы голосовали за этот союз но он не появился за кризис я имею ввиду что-то странно но они же не замирились с ней нет так и просто продолжают воевать глюк какой-то или что глюк какой-то так так значит у меня 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 своих городов мы будем считать уже 3 захваченных гули у нас 2 хода посмотрим что остальных, Германия 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 Нидерланды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ну Англия понятно 5 осталось Шумер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Вавилон 5, 6, 7, 8, 9, 10 Виктория всего лишь 6 Феникия 7 И еще четверо не встреченных вообще по великим людям мгновенно строят в этом районе банк и рынок кстати я даже наверное заберу его нам нужно будет в Алисуне строить еще центр коммерции вот здесь кстати в Нидеросе один ход до промышленного отложим производство я пока не буду выкупать клетки нужны денюжки ну на бомбард следующим ходом так универ а я тут откладываю так во всех остальных городах все строится нет в Хаммаре еще тут нужен маяк две гавани кстати построено ускорили картографию но так надо надо литье точно открывать после литья картографию смотрите сколько у нас ходов гуманизм 5 ну да можно так литье картографию книга печаль потому что нам надо апать каравеллы с карточкой на ап собственно и с бомбардами то же самое хотя не бомбарды можно заранее там скорее селитры может не хватать не ну она не должна ко мне это песчаная буря то есть там на Нюрбернг пойдет скорее чем ко мне так и тут откладываем но я думаю что это уже все в следующей серии по-моему по-моему все-таки с этим модом как-то необычнее идет игра вот нету ощущения знаете что вот обычно в шестерке ты там типа в начале страдаешь а потом ты уже понял что все тут 110 ход это на сетевой так слабое извержение да там что-то поломало 110 ну 110 ход это на сетевой примерно 90 наверное нет даже наверное 80 где-то и я не чувствую что я типа кого-то тут догоняю даже Великобританию Англию под руководством Елизаветы которую я тут бью нету чувства что все она тут посыпалась постоянно что-то происходит ну ваши впечатления как всегда в комментариях пишите особенно интересуют те кто еще параллельно со мной проходит как у вас дела идут продолжение для обычных зрителей завтра спонсоры канала уже могут поискать его в плейлисте спасибо что смотрите играйте в умные игры слава Беларуси живи Украина всем пока я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео